Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология». В студии семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня у меня в гостях Стефан Золотарёв, директор Высшей школы психологических исследований метода полидеэля Париж-Франция. Здравствуйте! Здравствуйте! А также Ирина Новгородцева, заведующая кафедрой психологии и педагогики Кировского государственного медицинского университета. Здравствуйте! Здравствуйте! Ирина, первый вопрос вам. Вот прямо несколько слов. Как удалось пригласить специалиста с мировым именем в наш город и организовать открытые встречи и мастер-классы для всех желающих? Ну, кратко. Во-первых, современная вся наука, она является междисциплинарной. И психология, она не является исключением. И как раз вот самые последние достижения – это такая интеграция психологии с математикой, психологии-физика, психология-квантовая физика. И вот сейчас один из методов, современных методов – это как раз метод поля Диэля, который основан на интеграции основных, да, вот нау психологии и математике. В современном мире у нас вот сейчас в России не очень, да, известен этот метод. И поэтому, можно сказать, что один из последователей этого метода поля Диэля является Стефан Солотарёв. Человек мира, который как раз является человеком, который передаёт знания. Он обучает других людей использованию этого метода, применение метода оказания помощи людям. Не важно, какого возраста. И поэтому, зная этого человека, да, который очень откликается на взаимодействие с другими людьми, он оказал нам помощь, он согласился, приехал к нам в город Киров, в наш медицинский университет, чтобы передать вот этот вот свой богатый опыт, практический опыт нашим кировчанам. Спасибо большое. Ну, а теперь вопрос, Стефан, вам. Какие же базовые идеи легли в основу метода поля Диэля? Ну, база, основная база поля Диэля в этой теории нависит на методическом самонаблюдении. Самонаблюдение. Самонаблюдение – это тоже, можно сказать, интроспекция. И вам нужно знать, что интроспекция сначала, когда Фрейд Юнг начинал и использовал, у них не было так аккуратной методы. И это похоже, я буду сказать, как если вы хотите гулять в лесу, и если у вас нет компаса, если у вас ничего, ни карты, вы не знаете, где вы, это невозможно искать вырод. Наш подсознание – это похоже на чёрный лес, где есть опасные вещи. Наш кошмар, мы видим всегда… Какие-то страхи. Страхи, да, и вот. И без метода это невозможно искать путь и посмотреть, что есть внутренне. Это только что дел нашёл и проводил весь жизнь за этого. Это методическое самонаблюдение. И этим методом, в принципе, может современный человек обучаться и владеть. Да. Отлично. Значит, я хочу для наших слушателей немножко внести такую информацию, что Поль Диэль – это французский психолог австрийского происхождения. Он разработал как раз метод самонаблюдения, анализ, ну и психологию мотивации, о которой мы тоже сегодня поговорим. Да. Мало того, мне очень приятно было сегодня узнать на вашей встрече, что вы лично были знакомы с Поль Диэль. Ну, лично я попал. Моя мать был самым первым студентом Поль Диэль, и она проводила каникулы каждый год с ним и работала весь год. Великолепно. И когда у меня было 5 лет, я уже начинал познакомиться с Поль Диэль. Он очень любил гара и погулять в гара. Ну, между 1500 метров до 2500 метров гулять. И мы сделали много прогулок вместе, пока он мне показал потихоньку, что такое жить. Что такое жить. И он ответил не на мой вопрос, он ответил уже на мой мотив. Почему я ему спрашивал так же или так же. И, например, в гара иногда это чуть-чуть опасно или страх подать. И когда я спросил вопрос, он чувствовал, что у меня был мотив быть спокойным. И он ответил на эту просьбу больше, чем на мои вопросы личные. Мало того, у вас есть переписки, да, сохранились переписки Поль Диэля с Эйнштейном. И вы об этом говорили сегодня на нашей встрече. И это для вас тоже очень ценный такой материал, на основе которого вы строите дальше свой обучающий процесс. Правильно я понимаю? Это правильно. И мне было повезло, первый познакомиться с ним. И до 20 лет, когда он умирал 1972 года, у него не было детей из-за войны и так далее. И поэтому всё останавливалось у моих родителей. И сейчас у меня есть, и хочу распределить в это богатство, которое у нас есть, про идеи. Поделиться с человечеством. Да. Великолепно. Давайте немного расскажем нашим радиослушателям, в чём же суть метода Поль Диэля. В чём его преимущество, да, и в чём его особенности. Суть в этой методе – это когда он понимал, что всё наведит о себе. Если вы думаете, что мы рады или грустны из-за что-нибудь… Из-за внешних каких-то факторов, да? Вы не можете изменить ситуацию, потому что она не нависит от вас. Если всё нависит от вас, ну тогда сразу вы можете всё изменить. Вы можете изменить вашу жизнь. И как Поль Диэля сказала, через один секунду, от грустной вы можете быть рады. Просто нам нужно знать, посмотреть на наши ошибки. Если мы посмотрим на наши ошибки, и ошибаться – это нормально. Надо успокоиться с людьми, что мы все, мы не можем быть совершенными. Нам нужно обязательно сделать ошибку. Когда вы проведете машину, вам нужно без перерыва посмотреть на дорогу, идти налево или направо. Это вы не можете держать вашим рулём без маленьких… Мы постоянно принимаем решения. Да. Да, в течение жизни. И некоторые решения могут быть для нас ошибочными, и это тоже жизнь. Это тоже жизнь. И проблема – это когда мы не хотим посмотреть, что мы ошибаемся. И чем больше мы не хотим посмотреть, тем хуже… Нам становится от этого. Нам становится. И это кульп, это тщеславный кульп, это значит, что это за то, что мы не хотим об этом посмотреть. Мы не хотим видеть свою теневую сторону? Да. Что вот здесь я ошибся, и здесь я был неправ, и поэтому нам всё сложнее и сложнее двигаться по жизни становится. Правильно я понимаю? Уже, да, это правда. Уже латинские, римские люди сказали «Errare humanum est perseverare diabolikum est». Значит, «Errare», «Errare», «Ошибаться есть», а «Дьявол» – это за то, что вы продолжаете ошибаться. Ну, «Errare humanum est» значит, что ошибка – это натурально. Это естественно. Естественно. И что не натурально, это за то, что мы продолжаем. Я зло начинал сделать, я продолжаю. Зло, к сожалению, иногда мы так и сделаем. Ну, если мы посмотрим, и мы знаем, что это неправо, надо извиниться и остановиться. Хорошо. Вот давайте мы сейчас попробуем вот прямо такими простыми словами проговорить. Вот есть такое явление, как, например, какая-либо зависимость. Алкозависимость, наркозависимость. Человек совершил ошибку, он попал в эту зависимость. И если он продолжает, это вот как раз то самое зло. Я вам даю пример, который мы видели вместе с Ириной, потому что, конечно, я не владею русскому языку, как я захочу, особенно на психологии. Это сложно иногда. Терминология, да? Терминология, но не нужно тогда. Вчера или позавчера один психолог мне спросил вопрос, и я не успел ответить, потому что у меня не было слов. Словального запаса вот того, ага. Я сердился. Я сердился против его, потому что внутри меня был конфликт. Я хотел сказать что-нибудь и не имел. У меня слов не было, и я не согласен. И поэтому было очень трудно. Внутри напряжение. Напряжение. Вот. Поэтому гнев впустить, и сразу кричал и сказал, вот, ну тогда всё, я больше не хочу продолжать. Так. А сразу за того, что я знаю эту методу, я думаю, боже мой, это не его вина. Это за того, что у меня есть, я не владею, я не могу объяснить, что я сердюсь против него. И я не сразу, сразу, но очень быстро, да, извиняюсь. Для всех, против всех, всё равно. Никто не будет против. Я признаю свою ошибку. Ну, ошибка, извините, я вот, и всё. И в этот человек снова начинал быть для меня кто-то милый, кто-то добрый. Он, я не знаю, как он был, но для меня, на мои глаза, он был совершенно новый мужчина. И с ним всё было возможно. Начинать опять дискуссию, начинать опять говорить и искать решение вместе. Это как мы сделали. И он согласен. И когда он видел, что это настоящие извинения, не просто потому, что это формально, и показать, что я психолог, тогда я должен извиниться. Нет, это не из-за этого. Я сделал для меня, для меня. Потому что мне важно искать гармонию, чем продолжать в этот маленький конфликт. И такие конфликты, конечно, у всех есть с утра до вечера. Вообще в семейную психологию вот этот метод, да, вливается очень хорошо. Да. И в паре есть часто маленькие вещи, которые, боже мой, она не построила, ну... Что-то тебя не устроило. Что-то устроило. И мы начинаем сердиться. Угу. Да, такое есть. Мы ждём, мы ждём, к сожалению, мы ждём один день, два дня для извиниться. И через два дня у нас есть... Груз. Груз. И мы не хотим показать, что мы рады. Потому что если мы рады, она выиграет или он выиграет, я не хочу, что он выиграет. Угу. Почему? Пусть он выиграет, пусть он будет хорошо. И я тоже буду получить радость. Отлично. Хороший очень пример, да, прямо как можно это всё использовать. И всё это через самонаблюдение. То есть ты сам себе, да, ты сам с собой прежде всего честный, да. Если вы идите один в комнату, берите бумаги и пишите на бумаге. Да, это право. Никто не может видеть, да, поэтому вы можете писать всё, что... Всё, что вы считаете. Бумага стерпит всё. Да, я сержусь против него, потому что сразу это вина, очень вина. Не надо говорить в голову, потому что говорить в голову – это невинно. И когда вы пишите на бумаге, формуляция – это самое главное. Если вы используете формуляцию, ну сразу на бумаге прочитаете ещё. Боже мой, я так и писал, ну я с ума сошёл, как это не может быть. И сразу в закрытии бумаги отходите из комнаты, улыбка на лицо и всё по-разному. Стефан, очень хотелось бы ещё узнать, вот сегодня вы тоже на встрече рассказывали историю, да, потому что у нас практическая психология программа называется. Вот про мотив. То есть когда человек чётко понимает, в чём его мотив, вот, например, про доктора, который, да, можем ещё раз рассказать, как вообще вот эта психология мотива, да, она встраивается как раз вот в эту методику поли-деля? Ну, знаете, что мы видим с утра до вечера – это внешние вещи. Это внешний мир. Внешний мир. А у нас нет привычки посмотреть внутренний мир. И вот, что нам нужно изменить. Внутренний мир – есть только мотив. Это… Это известная наука, которую даже мы рассказываем ребятам, да? Например, если я хочу быть, показать авторитет, например, я должен вставать и стоить очень прямо и показать, как я выгляжу. Это внешняя аттитюда. Оболочка. А если внутренний мир у меня нет таких чувств, это невозможно держать больше, чем два минуты. Это просто идея, просто… Желание. Желание. И не может остановиться. Если у меня есть мотив, и если я хочу показать авторитет, значит, что я должен доверить сам собою. Если я доверю меня, ну тогда сразу на лицо. Каждое слово будет так сильно, что никто не будет… Сомневаться. Сомневаться. Да, никто не будет сомневаться. И это мотив. Если вы хотите остановиться, пить алкоголь или курить, или и так далее, и так далее, вот… То надо себя спросить, зачем тебе это? Зачем. И вы можете искать внутренне в вас такие мотивы, такие поводы, которые очень простые. Ну, осторожно. Без метод. Это опасно. Это опасно. Поэтому я советую, если я могу вам дать в этот совет, вам нужно изучить чуть-чуть про методу полиэлла, заранее сделать методическое самонаблюдение. Вам нужно… Потому что без этого вы можете увеличивать ваши проблемы, чем… Уменьшить ее. Уменьшить. Поэтому без метод еще раз… То есть надо все делать очень грамотно, экологично для себя. Да. Да. Экология – это ничего сравнить в эту методу, потому что экология – это результат. Понимаете? Если я уважаю сам себе, я уважаю прихода, я уважаю людей, я уважаю все, уважать прихода – это экология. Да. Хочу спросить, знаю, что вы являетесь, до этого были математиком, и являетесь, да? Да. Вот математика, геометрия, физика и вообще очень многие науки, они прямо-таки, можно сказать, корни свои пустили тоже в метод полиэлля, да? Да. Все это вместе, в совокупности. Да. И скажите, пожалуйста, тогда где же можно применять метод полиэлля? В каких сферах мы можем это использовать? Мы можем использовать, буду сказать, это… Я не хочу быть гордым. Ну, это везде, потому что мы думаем и рассуждаем с утра до вечера, поэтому если мы рассуждаем неправильно, мы можем исправить, поэтому мы можем использовать эту методу везде. Ну, самое главное про себя. Надо использовать эту методу, так как мы ищем гармонии. Ищем гармонию. Ищем гармонию. И есть несколько примеров, которые я могу вам дать. Один человек, который у него, Майк Орн, у него был 25 лет, он был богатый, он жил в Сюд-Африке, в Юго-Африке. И, когда он был 25 лет, он чувствовал, что он хотел, и он предпочитал свободно, чем деньги. Он собирал все его друзья, 10. И он спросил каждый день, что он хочет. Ты хочешь мою машину? Вот это ключ. Бери мою машину. Ты хочешь мою мебель? Вот я тебе даю. А становится, когда праздник закончил, ничего. У него было ничего, кроме билета для Европы. Он прилетел в Европу без один копьяк. Без денег? Без денег. И сейчас это кто-то, который все знают весь мир. Это кто-то, который богатый снова, но по-разному. Он нашёл, он сказал, у меня есть больше ничего, но я владею миром. Но я владею миром. Красиво. Вот это пример. Я не могу быть так же. Очень мало людей могут так сделать. Ну, это возможно. Если один человек, один человек в мире успеет так сделать, значит, что человек может успеть. Мы, вы, все могут так сделать. Снова из нуля начинать свою жизнь. Как птица-феникс. Да. Это экстремно. Вот. Я даю этот пример как экстрем. Ну, я даю этот пример из-за того, чтобы вам показать, что это возможно. Это потенциал. И быть свободен – это лучше всего. Вот смотрите, вы сегодня очень много рассказывали нам про энергию. Да. То есть человек, когда он находится в точке проблемы, да, там, проблема, ему плохо, он её пытается решить, у него, например, получается или не получается, да, и каждый на этом земном шаре мечтает оказаться в состоянии гармонии. Как метод Поля Диэля может помочь всем, да, приблизиться к этому состоянию? Ну, у нас есть энергия. Это данные, которые у нас есть. Пусть, скажем, что это около 100, вот, как размер. Что вы будете сделать в этот 100 энергий? Десять для кушать, десять для спать, десять. И, в конце концов, что это становится? Если вы используете, если у вас есть конфликт внутренний вас, я хочу и не хочу. Часто так бывает. Я хочу пить вода, но я тоже хочу пить алкоголь, я не знаю, это в нём, потом я за рулём не надо пить, но я хочу. Вы начинаете быть грустными, потому что нельзя пить алкоголь. Это уже энергия, которую вы потеряете. Пока вот решаешь вот эти все вопросы, да, ты теряешь на всём на этом... Потому что мы не решаем этот вопрос. Это вопрос, который остановится. Я хочу и не хочу. Без решения. Без решения. Это энергии, которые мы блокируем. Поэтому вам нужно знать, на 100 мы блокируем 80%. И только 20 используем для жизни? Да. Если я освобожу 80% энергии, представьте всё, что мы можем сделать. Мы... Это удивительно, что я сейчас даю лекции в России, в Марокко, во Франции, устроил фильм, пишу книги, пятные книги. И я сдаю интернет, я сдаю... Я помогу моим друзьям и так далее. Когда люди знают про это, они спрашивают, Стефан, как ты делаешь? Где ты берёшь энергию? Где ты берёшь энергию? Ты не устал. Я сказал, я играю с утра до вечера. Я не работаю. Я получаю удовольствие от всего того, что я делаю изо дня в день. И чем больше я даю гармонии других, чем больше я получу гармонию от них. Поэтому это система, которая для всех и для общества принимает гармонию для всех. Это очень великолепно. И лучше показать гармонию, чем сказать, ты должен быть... Таким-то, таким-то. ...дать совет туда-сюда. Ну давайте мы сейчас с вами ещё проговорим вот на какой вопрос. Мне очень интересно, как же формализация законов психики бессознательного с помощью метода Полидели может повлиять на качество образования, если мы будем учитывать вот это в учебном процессе? Да? Да. Несколько слов. Я буду сказать, я вам даю один закон, очень простой. Это амбиваланс закон. Значит, что если у вас есть экзальтация, если у вас есть такие желания, чрезмерные задачи, которые... ...вы не можете использовать. Я хочу, например, на экзамен быть первым, и сразу я потеряю все мои возможности, когда начинает экзамен. Ага. Потому что я волнуюсь. Я волнуюсь. Я в стрессе. Я волнуюсь. Чем больше, чем больше я думал быть первым. Ага. Чем больше я хочу быть лучшим, тем больше я волнуюсь, и тем меньше результаты у меня могут быть. Да. Это не экзамен. Это печательник, который у меня я устроил самому. Сам себе. Сам себе будет и успеть и получить пятый на этот экзамен. Это не экзамен, о чём я боюсь. Это образ, который я устроил из нуля, от меня, и я хочу быть одинаковым. А, конечно, это невозможно. Это очень легко так мечтать вечером, когда вы устроите в кровать, а утром стоите, не надо работать теперь. Боже мой, это тяжело. Мне падает духом. Я не хочу, и так далее. А если вы можете соединиться, и не биться, и экзальтаться в этой мечте, и посмотреть, что эта мечта дает в этот момент реальный, ну тогда они анируют друг другу, и вы можете собирать много энергии и продолжать работать. Без проблем. Не надо подумать о экзамене, потому что экзамен, если вы знаете, всё будет легко. 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 Ирина, наверное, студентам нашим отзывается этот закон в этой теории. Легко. 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 Хотелось бы, Ирина, задать вам вопрос, есть ли планы на дальнейшее сотрудничество с этими великолепными человеками? Да, конечно, на данный момент ведутся сейчас переговоры об организации обучения, поэтому как только будут достигнуты у нас соглашения, тогда, конечно, мы сообщим и, конечно, пригласим наших коллег-психологов к нам на обучение. Да, это было бы очень хорошо, я была бы в первых рядах, по возможности, да, потому что действительно это увлекательно, это практикоориентированно, это работает, Ну что, сегодня мы говорили о методе полидиэля, который активно применяется уже в Европе, он известен, а к нам в Россию робко, но верно, уже шагает. И сегодня у меня в программе практической психологии был Стефан Златарёв, директор Высшей школы психологических исследований метода полидиэля Париж-Франция и Ирина Новгородцева, заведующая кафедрой психологии и педагогики Кировского государственного медицинского университета. Спасибо вам большое. Спасибо. И добра, счастья и здоровья. Спасибо.